Статья, которую читал Ардашев, приводила перепечатанную из советских газет речь Ленина на четвертой конференции губернских чрезвычайных комиссий, где красный вождь, захлебываясь от радости, витийствовал с трибуны. — Капиталисты из всех сил мешали заключению мира Эстонии с нами. Мы их победили. Мы заключили мир с Эстонией, первый мир, за которым последуют другие, открывая нам возможность товарообмена с Европой и Америкой. — Клим Пантелеевич прекрасно понимал, что для находящихся в международной изоляции большевиков Таллин стал черным ходом в цивилизованный мир, перевалочным контрабандным пунктом. Именно поэтому он здесь и оказался. Вернее, не только поэтому. — Две недели назад Ардашев получил шифровку от господина Тамма, или агента Сильвера, капитана Волкова, имевшего в Ревеле фотоателье и промышлявшего изготовлением фальшивых европейских паспортов. О том, что по рекомендации надежного и проверенного человека к нему обратился некий господин, явно из России, и попросил достать шведский паспорт на вымышленное имя. Свои услуги фотограф оценил высоко, но стоимость гостя не смутила, и он оставил аванс в половину суммы. Следующую встречу господин Тамм назначил через две недели. Посетитель ушел, но агент, закрыв фотомастерскую, проследовал за ним. Все стало ясно, когда визитер скрылся за массивными дверьми петербургской гостиницы. Совсем недавно это здание было реквизировано эстонским правительством и сдано в аренду советскому правительству, которое пока еще возглавлял старый большевик, друг Ленина Леонид Борисович Оржих. Волков выяснил личность будущего владельца фальшивого паспорта. Им оказался Михаил Иосифович Минор, помощник Оржиха по коммерции. По данным другого, весьма осведомленного источника из той же петербургской гостиницы, Минор провернул в интересах Советской России два десятка весьма сомнительных торговых операций, присвоив по самым скромным подсчетам около двух миллионов шведских крон. Его шведским контрагентом был господин Крафт, известный в определенных кругах гешефтмахер и любовник свояченицы Минора. Узнав, что по решению коллегии наркомата госконтроля РСФСР в Ревель для ревизии коммерческих сделок советского представительства прибудет рабоче-крестьянская финансовая инспекция, Минор начал искать возможность обзавестись шведским паспортом. Получив эту информацию, глава российской заграничной резидентуры решил лично провести вербовку красного дипломата. Еще в марте, не без помощи бывшего премьер-министра Чехословакии Карла Раморжа, Ардашев получил гражданство этой страны. Детективное агентство 1777 теперь было переоформлено непосредственно на Клима Пантелеевича, чему его помощник Вацлав Войта был несказанно рад и тут же предложил шефу отметить сие величайшие в истории частного сыска события в ресторане русской кухни у Донату. Идею босс одобрил, но ресторан выбрали другой. У Вероники Альбертовны и Марии Калашниковой, супруги Ардашева и секретаря детективного агентства, еще были свежие воспоминания о прошлогоднем происшествии в этом заведении, когда советский шпион прислал на день рождения Клима Пантелеевича подарок, снаряженную и готовую к взрыву бомбу. Об этом написано в романе «Убийство в пражском экспрессе». Примечание автора. Имея чехословацкий паспорт, Ардашеву не составляло никакого труда получить любую европейскую визу, в том числе и эстонскую. Вербовка минора прошла успешно. Для советского чиновника, пришедшего за паспортом и спокойно ожидавшего хозяина ателье, который отлучился за документом, появление Клима Пантелеевича стало неожиданностью. Толстый, лет пятидесяти, едва уместившийся на стуле человек с круглым лицом, жиденькой бородкой и такими же редкими усами, испуганно забегал глазами и осведомился. «Простите, а где господин там?» Он пошел за вашим фальшивым паспортом. Небрежно бросил Ардашев и плюхнулся в кресло напротив. «Пожалуй, я зайду в следующий раз», — вставая робко проронил визитер. «Сядьте», — велел Ардашев и опустил руку в карман пиджака. «Простите, а почему вы мне приказываете?» Покорно усаживаясь на стул, вопросил минор. «Кто вы такой?» «Ваш друг, и хочу вам добра». «Надо же, я сразу так и понял. Как вас величать?» «Зовите Иваном Ивановичем». «Ивановым?» «Угадали. Какое редкое сочетание имени, отчества и фамилий. Случай мне из России», — уже окончательно овладев собой, сострил дипломат. «Отрадно, что к вам вернулось чувство юмора. Значит, вы готовы меня выслушать? Что вам от меня надобно?» «Ничего особенного. У меня есть некоторые вопросы. А у вас ответы. Мне нужно две-три встречи в месяц до тех пор, пока вы еще работаете в советском представительстве. А как его покинете, мы навсегда расстанемся. А если я не соглашусь?» «Уверен, что согласитесь. Вы умный человек, и не захотите, чтобы вашему начальнику, Георгию Александровичу Стародворскому, уполномоченному наркомату внешней торговли в Эстонии, на столу легли подробные сведения о ваших мошеннических сделках с господином Крафтом, любовником вашей свояченицы. Надо отдать должное вашему проворству. Вы умудрились не только перетянуть в ревель почти всех родственников, но и дать им возможность кормиться от советского представительства в Эстонии. А, впрочем, я могу и не сообщать о вас Стародворскому, а послать копии банковских счетов, открытых Крафтом на ваше имя в Стокгольме, напрямую товарищу Бейтнеру, занимающему должность начальника отдела местных заграничных агентур в нарком-внешторге. Говорят, он бессеребренник и садист. Сказывают, хвалится, что лично вывел в расход сто душ офицеров в восемнадцатом году. Думаете, он вас пожалеет? — Ничуть. Он напишет рапорт, и коллегия Васюка заочно вынесет вам смертный приговор. Вас уже не спасет ни шведский, ни американский, ни любой другой паспорт. Они даже искать вас не будут. Вы сами придете на Лубянку и вернете все, что украли у советской власти. А знаете почему? — Потому что прежде они похитят вашу жену и дочь. — Согласитесь, это словосочетание, украденное у советской власти, звучит смешно. Ведь сама эта власть воровская и незаконная, занимающаяся убийствами и грабежами, которое теперь она называет привидением смертных приговоров в исполнение и конфискации имущества социально чуждых элементов. — Вы беляк? Кардашев пожал плечами и выговорил. Я — патриот России, а большевики — ненавистники всего русского народа, вооруженные антироссийской теорией немца Маркса, который еще в учредительном манифесте Международного товарищества рабочих сетовал на европейские державы, упустительствующие так называемой экспансией России, набирающей силы после Крымской войны. Помните? — Допустим. — Не хочу утомлять вас расхожими фразами Маркса о славянских варварах, иге-славян и зловещей фигуре России. Скажу одно. Вы совершенно правильно делаете, что боретесь с большевизмом экономическим путем. Я вас понимаю. И в свою очередь, если вы захотите, сделаю все возможное, чтобы обезопасить вашу семью от мести чекистов в любой стране, куда бы вас ни занесла судьба. Или, как я сказал в самом начале, оставлю вас в покое после нескольких наших встреч и не буду мешать вашему бегству из советского представительства. — Но для этого, дорогой Михаил Иосифович, мне понадобится ваша помощь. — Какая именно? — Я уже упоминал. Это сущая мелочь. Всего лишь ответы на вопросы. — Надеюсь, мне не придется ничего подписывать? — Ни в коем случае. Обязательства о сотрудничестве и неразглашении подписывают при вербовке. — А мы друзья и верим друг другу на слово. Вы поможете мне, я вам. Согласны? — Хорошо. Спрашивайте. Спасибо. Продолжение следует...